Программа «Своими глазами». — Жестко. — Жестко, да. Будем сейчас разъяснять, что имеется в виду. Будем говорить о деятельности поискового отряда «Лиза Алерт». Но давайте я вначале напомню координаты. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Номер для ваших сообщений, смс и также сообщения с вашими вопросами и комментариями. Присылайте с помощью Твиттера, если вы пишете, аккаунт вызван, и с помощью нашего сайта в интернете www.echo.msk.ru. Здесь пишут о горе петиции завтрашнего разворота, а вот и нет. Ирина Воробьева завтра в развороте не будет. Кто будет, узнайте завтра. Пусть будет сегодня. — Да, и сегодня здесь гость. — Да, именно. Так вот, думал, я тут и обсуждал недавно со своими друзьями, что очень хочется пойти в лес собирать грибы, чего они делали давным-давно. Ну и сразу вспомнила фразу Ирины Воробьевой о том, с какими непростыми чувствами она относится к грибникам в грибной сезон. Если сравнивать этот год и сравнивать предыдущий, насколько ваши, в смысле отряда Лиза Алерта, призывы к людям быть более осмотрительными, услышаны? Или не услышаны, и всё осталось на том же уровне, или, наоборот, все назло стали более беспечными, и лес их убивает, и всё это заканчивается плохо. — Лес одинаково успешный и в прошлом, и в этом, и в позапрошлом году убивает людей, и мы, наверное, только начинаем такую какую-то кампанию по тому, чтобы люди понимали, насколько это опасно. — На сегодняшний день каждый грибник думает, что с ним ничего не случится, что лес — это такая же безопасная среда, как и дом, как и его родная улица, и отношение очень такое безрассудное. — Да, и, ну, может быть, в этом году мы можем зафиксировать, что у нас начался грибной сезон чуть пораньше, чем в прошлом году, ну, то есть заявок больше, на месяц больше. То есть вот мы в лес стали выезжать в июле в разы больше, чем в прошлом году. Надо сказать, что ошибки одни и те же абсолютно у людей, ну, может быть, чуть побольше людей стали знать наш телефон и стали звонить, может быть, не всегда, но зачастую раньше, чем в прошлом году. — Давайте сразу, извините, перебив, и для тех, кто, может быть, вдруг не знает, хотя бы часто мы упоминаем в нашем эфире отряд «Лиза-Алерт», и вообще сколько вы существуете? Ведь всего года два, три? — Всего три года, но за это время, мне кажется, очень многие о вас узнали. «Лиза-Алерт» — это организация, которая занимается поиском людей, пропавших. Сразу извините, что я тебя перебила. Расскажите, как вас найти людям, которые попали в беду или у которых родственники попали в беду? — У нас, знаете, очень просто. У нас вот с декабря прошлого года заработала горячая линия по всей России, бесплатный номер 8800-754-52. Это телефон, который везде мы распространяем, чтобы звонили сразу же. Он работает круглосуточно, там принимают звонки наши операторы, волонтеры, и можно зайти на сайт «Лиза-Алерт.орг» и заполнить там заявку. Но если у вас срочная заявка, «Лес» — это срочная заявка, «Ребенок» — это срочная заявка, то лучше звоните на 8800. — Хорошо, давай вернемся к тому, о чем мы говорили. Вы какую-то статистику ведете вообще? — О, да. — Ну, у нас много вариантов статистики. Если просто сравнить по нашей работе и посмотреть, ну, не грибной сезон, а посмотреть условное теплое время с 1 апреля до 1 августа. Вот мы посчитали количество выездов нашего отряда. В прошлом году мы за это время сделали 64 выезда, а в этом году 146. — То есть уже почти в три раза более, два с половиной. — И надо понимать, что это достаточно тяжело, и многие из этих выездов, которые были там уже в грибном сезоне в июле, а почти там, ну, сколько у нас получается, там, 55, по-моему, выездов за июль, это вот уже лес, уже связан с грибами и ягодами. — Да, и, ну, я говорю, одни и те же ошибки. Вот мы вчера, например, точнее, сегодня утром это было, мне кажется. Ну, просто когда грибной сезон, у волонтеров Лиза-Алерт, которые выезжают в лес, потом работают, и непонятно, когда спят, понятие завтра, вчера и позавчера, оно совершенно стирается, поэтому, наверное, это было сегодня утром, вот выводили женщину из леса, все в порядке, живая, нашли, сейчас Григорий расскажет подробности, но просто дело не в этом, мы ее уже вывели. Я смотрю, в той же деревне идут два человека с корзинками, я к ним подлетаю, говорю, слушайте, а у вас телефон с собой есть? Они говорят, ну, а насколько заряжен? Говорит, не ваше дело. Я говорю, подождите, мне не нужен ваш телефон. Сколько зарядки? Она говорит, ну, может быть, одна-две полосочки. Говорит, то есть разряжен телефон? Она такая, ну, почти. Ой, да ладно, говорит, мы в этот лес всю жизнь ходим, мы в нем выросли, и абсолютно одни и те же фразы. То же самое. Компас, ну да, у нас есть компас, мы им никогда не пользуемся, но телефон, да фиг с ним, телефон нам не нужен, вода, зачем нам вода, через три часа вернемся. И все, там пожилой человек шел, и все, и вот одни и те же фразы, и с одними и теми же фразами и убеждениями все те же люди пропадают в лесу. Вот и все. Ну, то есть отношение у людей к походу за грибами, как к какой-то простой веселительной прогулке, оно ошибочное? О, да. Скажем так, тысячи людей пропадают за грибной сезон только в Московской области. Из них удается выйти, слава богу, большинству самостоятельно, но процентов 20 остается в этих лесах навсегда. И вот эти вот бабушки, дедушки, основной контингент, который собирает грибы, они достаточно самонадеянные. И вот то, что сейчас Ирина сказала, там, что ну телефон, зачем мне телефон? Еще есть такое мнение, что ну вдруг я потеряю телефон в лесу. И поэтому я буду его оставлю дома, да, и пойду так. И, собственно, мы начали, наверное, поздно начали, как всегда, но просто мы опять поняли, что это будет сейчас катастрофа. Начали, конечно, профилактическую работу. Значит, во-первых, мы просим всех и каждого, у кого есть возможность распечатать, у нас есть листовки. На сайте Лиза Алерты. Да, то есть можно на сайте, можно на фейсбуке, можно просто позвонить нам и попросить, мы пришлем. Листовки, на которых написано, что брать с собой в лес, что нужно помнить, куда нужно звонить. То есть это все просто повесьте на въезде в свое СНТ. А что нужно брать с собой в лес? Сейчас, да, это первое. Второе, значит, это вот в пятницу, в эту пятницу мы решили провести в парке Сокольники мероприятие, потому что вот мы говорим людям, берите с собой компас. Но они возьмут с собой компас, а пользоваться им не умеют. Да, поэтому мы решили научить, чтобы это не просто был непонятный брелочек такой висящий, да, это вот компас, которым можно пользоваться, можно и нужно, главное, пользоваться при выходе из леса. Причем сейчас Ирина говорит достаточно серьезную вещь. У нас уже даже в этом сезоне были пропавшие, у которых был с собой компас, но он был исключительно как, не знаю, оберег какой-то. Работать им они не умели. Это не сложно, просто этому надо научиться. Мы научим, значит, мы научимся, инструкторы будут этому учить. Конечно, все бесплатно, все абсолютно свободный вход в Сокольниках с 4 часов дня до 8 часов вечера в пятницу. В эту пятницу? Да, в эту пятницу вы на входе сразу увидите, узнаете, куда идти, там мы будем встречать и рассказывать. Просто приходите, потратьте время, особенно приведите туда своих детей, своих родителей, особенно пожилых родителей. Мы объясним, что в чем нельзя ходить в лес, в чем надо ходить в лес, как одеваться, как не одеваться, как пользоваться компасом. То есть мы не только объясним на словах, как пользоваться компасом, но и, естественно, люди там же, в этом парке Сокольники, будут применять это на практике, то есть они это запомнят. Ну, давай сейчас часть секретов. Да, естественно, потому что далеко не у всех будет возможность прийти в парк Сокольники в пятницу, и далеко не все живут в Москве, из наших слушателей, но наверняка очень многие любят ходить в лес без компаса и уверены, что так и надо. Самая страшная типичная ошибка, знаете, какая? Люди идут в камуфляжной одежде, камуфлированной одежде, которая создана для того, чтобы ее было не видно. Если, не дай бог, с этим человеком что-то случается, найти такого человека в лесу, весьма сложно. Это вот... В смысле нужно идти в одежде яркой? Конечно. Вот, наверное, 90% грибников, они ходят вот в такой одежде. Наверное, чтобы грибы их не заметили. Ну, да, они от кого-то прячутся. Нет, просто достаточно яркую деталь какую-нибудь. Вот сигнальные жилеты, например, это обычно... Это самое простое решение. Самое простое решение. Стоит достаточно мало, там продается на любой заправке. При этом в случае поискового мероприятия найти человека в сигнальном жилете намного проще. И даже вот когда мы выполняем поисковое мероприятие в лесу, когда мы там... Наши группы собираются в лес, у нас как раз все волонтеры стараются носить такие жилеты. Независимо от того, день или ночь, один человек другого легко различает в лесу. Еще какой-нибудь... Ну, это такая основа. Нет, ну, конечно, нужно... Ну, телефон заряженный обязательно нужен. Вот тут с нами начинают спорить, что вот покрытие не везде, но в Московской области по большей части. Вообще-то, ну, телефон работает. Тем более нужно следовать простой логике, что если есть телефон, то, может, и покрытие будет. Да, да, естественно. Плюс там 112 можно позвонить почти что... Ну, то есть, если у вас нет, например, там нет покрытия одной сотовой сети, то другая сотовая сеть, которая здесь покрывает, она вам даст возможность позвонить по 112. Аварийный звонок, да, может выполнить, если даже ваш оператор здесь не занимает 112 по-прежнему, да? Ну, по крайней мере, туда поступают звонки, по крайней мере, они их принимают. То есть, там, у меня не получалось долго вызвать полицию, не так давно по 112. Но, тем не менее, нам тоже приходят заявки, нам от 112 приходят. Заявку оставить можно, и там есть операторы, которые владеют даже техникой, как выводить человека из леса по телефону. Ну, понятно, что это там... А как это происходит технически? Вот я или мои родственники, будем надеяться, что этого не случится, находимся в лесу, заблудились, есть телефон. Я звоню по номеру. Ну, там, например, нам звонишь, да? Вот я хочу просить Григоря сказать, как мы выводили вот эту семью, когда они с тобой по телефону на связи были постоянно. Это какую историю? Ну, вот последнюю, когда квадроциклисты у нас ездили там. История простая. В лесу находится ребенок, там, 7-8 лет, три взрослых человека, два пожилого возраста, и мама ребенка, соответственно, там, такого активного возраста. В лесу они достаточно давно. Уже как несколько часов они поняли, что они потерялись. Они знают, где они зашли в этот лес. И вот эти все истории они могут поведать по телефону. Покрытие достаточно устойчивое. Первое, что мы делаем, мы узнаем, какой у них уровень сигнала на телефоне и какой уровень зарядки. Самое главное – зарядка. Потому что либо мы сейчас будем с ними договариваться о том, что они телефон вообще выключают, у нас будет контрольная сеанса связи, в том случае, если у них есть часы. И вот этот контрольный сеанс связи может быть через полчаса или через час. Дальше у нас две задачи. Одна задача профилактическая – успокоить человека, чтобы не было лишних панических действий, которые могут серьезно навредить, тем более человек с ребенком. И вторая задача основная – выяснить, какой маршрут он примерно прошел по каким-то там условным ориентирам, которые человек мог запомнить. Хотя для людей вот наши стандартные вопросы там про леса, они сначала… А это ориентиры какого плана? Ну, вот сначала вызывают неудоумение, потому что, ну что я вижу? Ёлки, ёлки. А на самом деле, где зашел? Проходил ли ручьи, болото? Просеки. Вырубки, просеки. Какого характера леса? Там, еловый или там, кустарник? А у вас какие-то карты? Обычные интернетики. Анализируя по обычным космоснимкам, мы можем понять ситуацию. Плюс к этому есть топографические карты, на которых, ну там, болото отмечены, и ручьи, и так далее. Кроме того, существует для разведки, для первоначальных действий, то, что нам люди описывают. Вот первые группы, которые приедут к лесу, у них будет уже там понятно, что делать. В результате нескольких созвонов мы понимаем примерно, где находятся эти люди. Для помощи этим людям нам остро потребовались квадроциклисты. На наше счастье они принимали участие в нашем поиске, который был там в нескольких десятках километров рядом. Мы искали других людей, которые тоже пропали в лесу. И перебросив группу оттуда, квадроциклисты очень хорошо, они местные были, они хорошо очень знали этот лес. И наши пропавшие находились на трассе для квадроциклов. Ну, не на трассе, грубо говоря, на дороге, прокатанной квадроциклами. А местные квадроциклисты хорошо знали, где там квадроциклические дороги. И по результату один час работы, и дальше там несколько часов эвакуации. В том случае, если там не квадроциклисты, там выставляются сирены. То есть мы просим либо МЧС, либо полицию, либо наши сирены. У нас тоже на машинах, у некоторых наших волонтеров есть сирены. Соответственно, человек работает телефон, выставляется сирена. В прошлом году мы так выводили людей по сиренам. То есть выставляется сирена, например, в одной точке. В смысле, что люди идут на звук? Да, выставляется сирена. Она работает. В условленное время мы созваниваем с человеком, спрашиваем, слышит сирену или не слышит сирену. Если он говорит, я слышу сирену, то сирена остается на одном и том же месте. Она работает 2 минуты, работает 10 минут, не работает. И он идет на этот звук, который в одной точке находится. И вот он на него выходит. В случае, если он может выйти. В том случае, если он не слышит сирену, мы снова говорим, выключайте телефон. Там созвон у нас теперь не через полчаса, а через 10 минут. Например, мы перемещаем сирену в другую сторону леса, ставим там, созвонимся, слышите и не слышите. То есть так или иначе, но лес мы этим сиреном правим. Если не по кромке леса, то по большой просеке. И очень важно, я очень надеюсь, что нас в очередной раз услышат все аварийные службы. Ни в коем случае и полиция, и МЧС. Пожалуйста, я вас очень прошу. В прошлом году с этим сталкивались. Уже в этом начали сталкиваться. В этом году серьезные испытания одной семье. Объясните. Ну, сейчас я расскажу. Просто смотрите, ни в коем случае нельзя, вот как мы в прошлом году и в этом году сталкивались, они садятся в машину, например, полиция или МЧС, и начинают ездить вокруг леса с этой сирены. Или даже не вокруг леса. И перемещаться. Конечно. И он за этим звуковым маяком начинает куда-то идти. И идет он не в одном направлении, не в направлении выхода, а идет он какой-то дугой. И в результате только усугубляет собственное положение. Да, это во-первых. А при этом и вся полиция, и все, скажем так, многие вот МЧС в полиции, если у них есть возможность воспользоваться сиреной, они хотят совершить вот это добро, если они делают это без консультации, то они почему-то ездят. Да, ну мы вот еще раз просим, вот через эфир, пожалуйста, вставьте ее в одном стационарном месте, так люди выходят. В общем, в этом году из-за этого вот одна семья уже заблудила сущный период. Да. Да, и второе, ну у нас тут теперь сложности, потому что Москва стала гораздо больше, и та часть Московской области, которая в прошлом году, там, да, какую-то часть времени была Московской областью, и мы работали с участием Московской области, которые привыкли к тому, что у них в лесу пропадают люди, но в этом году мы столкнулись с участием Москвы, где не привыкли, что пропадают люди в лесу, поэтому у них нет никаких, ну я так скажу, инструментов и инструкций действовать в данном случае. И у нас уже несколько человек пропадало в так называемой Новой Москве, и это какая-то безумная проблема, особенно вот последний случай, когда на ребенка, то есть не на грибника, там, не на взрослочек, а на ребенка в лесу два часа потратили на переговоры с МЧС, чтобы выгрость из них сирену. Одну. Одну. И они отказывали. Да, потому что у них не пропадают люди в лесах, у них же Москва. Ну, здесь, кстати, был вопрос от Митя Лешковского, вопрос, а что будет, если у вас не станет, насколько государство впитало ваш опыт со временем вашего существования? Давайте про что будет у вас, если у вас не станет. Ни на сколько не впитало. То есть никакой ни координации, ни каких-то полезных выводов сделано государством не было. Такое сопротивление, что мы... Кстати, в основном, я прошу прощения, в основном вы работаете с ними сообща или вопреки? Я так понимаю, что благодаря... Нет, но сообща или вопреки? Есть разные ситуации. Всегда решаются на местах. Сегодня вместе с нашими ребятами поисково-спасательный отряд от МОСОБЛ ПОЖСПАСА, государственная организация, которая в МЧС, совершал фактически подвиги в лесу на поиске одного пропавшего. И делал это уже не первый день. Где-то буквально в соседнем районе не приезжает никто, и от них нельзя ничего добиться. Вчера на поиске ребенка, маленького ребенка, которому полтора года в Москве, контакта с полицией не удалось достичь вообще. Ну, то есть мы знали, что они работали, но вот... Как работали, где работали, как посмотреть камеры, получить какую-то первичную информацию, которая из-за полномочий у них есть, а у нас нет. Вот на этом моменте есть очень серьезный разрыв. Ну, слава богу, вчера ребенок нашелся, все хорошо. Но вот это вот, конечно, полтора года пропало, это совсем страшно звучит. Нам сейчас нужно будет сделать небольшой перерыв. На новости здесь просят повторить телефон ваш, ну, медленно. 8, 800, 700 ровно, 54, 52. Новости, после этого вернемся в студию. Еще раз добрый вечер, 22 часа 33 минуты, программа «Своими глазами», Ирина Воробьева, журналист Эхо Москвы, координатор поискового отряда «Лиза Алерт», и Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт», «Грибной сезон», «Лес убивает беспечных», наша сегодняшняя тема. Ну, вот мы вначале говорили о каких-то способах не заблудиться, но здесь спрашивает Дмитрий, а если заблудился в лесу, телефон разрядился, как самому найти выход? Что делать? В первую очередь быть подготовленным к этому моменту, и чтобы это не возникло как неожиданность. Я сторонник как можно меньше полагаться на какие-то природные такие вещи, как там, где мох растет и так далее. Это все очень условные вероятности, что мох будет именно на севере. Есть простые вещи. Любой линейный ориентир спасет вам жизнь, почти любой. Что такое линейный ориентир? Это может быть тропинка, дорога, ручей. Любой ручей впадает в реку, на любой реке есть населенные пункты, линии электропередач, просека. Просеки в приличных лесах выстроены запад-восток или север-юг, но иногда бывает иначе. Хотя в большинстве случаев, учитывая, в каком сейчас леса состоянии, просеки очень завалены, заросшие, и иногда их просто не видно. Такие вещи, как квартальные столбы, из большинства лесов просто исчезли. Да, кстати, почти нет. Квартальные столбы, это что? Были такие разметки. Леса разделены просеками на кварталы. И вот эти кварталы, они, во-первых, позволяли людям свободно выходить по этим просекам из леса, во-вторых, там выполняли какую-то серьезную роль в пожарной безопасности и так далее. На сегодняшний день это все заросло, завалено болеломами, и никто эти леса не чистит. Соответственно, лес не выглядит таким безопасным, каким его воспринимают люди. И лес это не приключение сходить за грибами, а лес это испытание. И к этому испытанию надо быть готовым, если люди на это идут. И вот мне всегда нравится пример с охотниками, которые для того, чтобы пойти в лес, они знают, куда они пойдут, на какое животное будут охотиться. У них с собой там запас всего и продовольствия, и воды, и, соответственно, сменная одежда. Ну, в общем, они целиком готовы. А аптечка. Грибник – это человек, который схватил лукушко и фактически в сандалиях побежал. И побежал, отталкиваясь от той погоды, которая есть сейчас на данную минуту. То есть если вот у него сейчас на улице плюс 25, то у него никакой запасной одежды нет. А через два часа будет ливень, предположим. Если, не дай бог, человек заблудится, и он уже может получить переохлаждение. А ночью будет вообще там, возможно, 9 градусов тепла. Я просто хотела сказать про мобильные телефоны, потому что в любом случае об этом спрашивают и будут спрашивать. Во-первых, мы имеем ту ситуацию сейчас с законодательством, которая не позволяет делать биллинг, ну, то есть узнавать место положения абонента без решения суда и без уголовного дела. Это, я так понимаю, ты отвечаешь на сообщение, которое нам прислал Евгений. Ну, там, да, там вообще сообщение про телефон есть, там все было, тоже спрашивали. Мы не можем пилинговать мобильные, потому что у нас нет, конечно, таких полномочий. Есть жесткое законодательство, которое, к сожалению, приводит к тому, что у нас появляются люди с работающими мобильными телефонами, которые выходят на связь, которые потом погибают, потому что невозможно определить, где они, ну, без вот, без этих санкций. Но даже если какая-то критическая ситуация и, значит, там возможность локализации, в любом случае, вот сейчас просто, да, действительно, Евгений пишет, если телефон работает, оператор связи по базовым станциям его локализует. Но это не так. Только если есть возможность сделать триангуляцию. Скажем так, потому что нельзя поставить точку в центре леса и сказать, что человек здесь. Смотрите, можно очень сильно упростить работу нас, поисковиков, в том случае, если всякие бюрократические законодательные препоны не будут этому мешать. На сегодняшний день наличие мобильного телефона в руке не является спасением, а технически является спасением. И препятствия между нами и человеком в лесу – это вот некие бумаги, некие законы, которые там защищают личные данные и так далее. А на самом деле, вот для нас, они убивают людей. Ну, сейчас вышло новое распоряжение Роскомнадзора по поводу того, чтобы операторы связи давали информацию по местоположению абонента для аварийных служб, то есть для МЧС. Ну, во-первых, насколько я понимаю, они только прорабатывают это, во-вторых, насколько я понимаю, в детском режиме нужно позвонить там 112 сначала. И только тогда только. Если им дадут МЧС, не факт, что это получится вынтервать. Ну, МЧС будет проще искать, если они нам это скажут, конечно, но в любом случае они не всех будут прорабатывать. То есть это в любом случае сложно. Просто нужно понимать, что сотовая связь за городом и в лесах работает не так точно, как работают, в городе. Поэтому, еще раз говорю, поставить точку в лесу и скачать здесь будет все равно невозможно. Можно будет локализовать некий кусок леса. Да, можно будет, но не более того. И, возможно, это потребует дополнительного оборудования со стороны операторов. Возможно, они сейчас тоже к этому не готовы. Расскажите, как вы работаете. Что вообще такое поисковый отряд Лиза Алерт? Сколько это человек, например? Что у вас есть в смысле техники, ваших возможностей? Это добровольцы, которые по сигналу тревоги, можно сказать, по кличу, который появляется у нас на сайте и через те системы оповещения, которые мы освоили, это смс-рассылка или через твиттер, собираются на поисковые мероприятия. Поисковые мероприятия проходят с какими-то определенными методиками, которые мы разработали за это время. И, соответственно, что еще можно сказать? Ну, это разные люди. Они, по большей части, все работают. Поэтому вот сейчас, например, на самом деле всем ужасно сложно. Правда, очень сложно. Потому что все понимают, что заявки падают каждый день. То есть у нас не бывает сейчас ни одного дня без заявки на лес, без пожилого человека, например, которого дико жалко и очень хочется его спасти. Но также мы должны понимать, что люди работают, они работают днем. Например, они могут в ночь уехать на поиск на следующий день и кое-как там еле живые будут на работе, но на следующий день к вечеру они уже никуда не поедут, потому что это невозможно. Вчера мы так должны были выбирать, когда у нас заявок значительно больше, чем сил. И нам предстоит выбрать, сейчас поехать на заблудившегося дедушку в лесу или на женщину, которая в другом лесу. И оценка происходит такая, кого мы быстрее сможем достать из леса, тот у нас будет первым. У кого больше шансов сейчас выжить, тот у нас будет первым. Несмотря на то, что это выбор жестокий, мы такой выбор вынуждены сейчас уже делать. И надо понимать, что единственный момент, когда эта оценка рушится, если ребенок в лесу. Да, тут мы уже... Слушайте, а неужели никогда не стоит выбор, условно говоря, хотя и этот выбор будет звучать абсурдно, этого человека ищем мы, а этого человека ищет МЧС. Ощущение, что существование МЧС или каких-то специальных служб вообще не учитывается. Дело в том, что вообще по закону, как выглядит картина в целом, официальная картина выглядит следующим образом. По закону людей должны искать полиция, а МЧС вообще в принципе не должны никого искать, ни по каким инструкциям и законодательствам, но если в городе это еще работает, да, полиция, то, особенно если это ребенок или там пожилой человек, можно там как-то сделать. Если ребенок, если пожилой человек, то в лесу, ну вот хорошо, окей, вот участковый, у которого там целая территория, значит, там куча СНТ, а вот у него пропала бабушка, две, например, в одном и том же СНТ. Окей, он приедет, может быть, даже с коллегами. Всем отделением они выйдут в лес, методик нет, знаний нет, оборудования нет, понимания, как работать в этих условиях нет. Самое главное, вот этот случай, когда всем отделением они выйдут в лес, я полагаю, это только в том случае, когда какое-то уникальное руководство на данной конкретной местности или потерялся родственник какого-то сотрудника полиции. – Да, и, соответственно, они вызывают МЧС, то есть они делают запросы, говорят, нам вот нужна помощь. Вот что такое вызывать МЧС в Московской области? Это приедет машина ПСО, ну вот Мособл-Пош-Спас как раз, пять человек, да, в бригаде. – Ну, по-разному, да. – Ну, по-разному, да. – Когда три, когда семь, разный набор. – Вот, собственно, они зайдут в лес, они там поищут, в зависимости от ПСО тоже разные бывают сотрудники. – Опять, обучения нет, знаний, как прочесывать, нет. В том случае, если взаимодействие у нас в штабе с ними удастся наладить, а это зависит от… – Абсолютная субъективность. – Да, да, как встали звезды. – То есть, с нашей стороны звезды стоят все время более-менее, они так шаблонно стоят, и мы готовы работать и с полицией, и с МЧС, и, соответственно, с нашими старшими очень часто и полиция, и МЧС, и военные, когда удается добиться участия военных, заходят в лес и делают эффективную работу. Ну, вот они приехали. Если они без нас зашли в лес, опять же, получилось без методик, без понимания, знания, без качественного прочеса участка. Если они с нами зашли в лес, или, скажем так, это уже тот поисково-спасательный отряд, который регулярно этим занимается. – Ну, да, они приезжают по 113. – По 113, по 123. Это по районам Московской области, которые… – А, да, от 29, которые уже, можно сказать, эффективно работают. Мы им уже передали методики, передали в результате нескольких поисков. Вот где-то получается хорошо, но рассчитывать на то, что вот пропал человек, и мы сейчас знаем, что там работает полиция, и все будет хорошо, на это рассчитывать мы не можем. Или там работает МЧС, и все будет хорошо, на это мы тоже рассчитывать не можем. Стемнело, все уехали. – Да, ночью работаем только мы. – А скажите мне, а как… не поймите меня неправильно, как вы, может быть, уверены, что вы не потеряете сами? В смысле, у вас есть какая-то специальная подготовка у вас, у других волонтеров? – Мы точно уверены, что у нас никто не потеряется, потому что все люди, которые приезжают к нам, они регистрируются, мы точно знаем, сколько людей приехало, мы точно знаем, кто с кем, в какой группе ушел в лес, у них у всех есть связь. – Нет, конечно, у нас не ходят по одному, во-первых, во-вторых, если приходят новички, нам очень нужны новички, очень нужны новички, очень нужны люди. Извините, извините, вырвалась. Он все равно не пойдет один в лес, он пойдет с людьми, которые уже там были, которые уже знают, как это. У нас есть старшие группы, которые ведут, у них есть навигатор, у них есть компас, там есть карта точек, это я уже сейчас в технические подробности не буду вдаваться. У них есть связь со штабом, то есть связь по рации, связь по телефону, мы точно знаем, какие номера у кого, в какой группе. Конечно, бывает такое, что группа заходит в ту часть леса, где нет мобильной связи и где рация не достает до штаба. Если мы понимаем, что у нас происходит такая проблема, мы выставляем зеркало, то есть через другие группы по рации точно так же восстанавливаем связь группы. То есть мы в любом случае знаем, где они. Ну, дело даже в том, что независимо от подготовки конкретного поисковика, он попадает в группу с опытным старшим, и этот опытный старший, вот вообще, каким образом мы, в чем заключается наша методика поисков в лесу или даже поисков в городе. Вот этот старший делает так, что люди, которые даже первый раз, они будут полезны на поиске, они будут вот этими дополнительными глазами, не обузой какой-то, а будут выполнять ту самую работу, и именно вот этот человек, который приехал первый раз, может, в конечном итоге, найти пропавшего. И чем больше людей, тем лучше. То есть нельзя выполнить эффективную работу вдвоем, втроем. Это, конечно, дело правильного расчета, случая и куча вероятностей. Но если у нас вместо трех человек есть 30, а лучше 300... Обычно у вас сколько поисков принимаете? Среднее число на поисках сейчас 23 человека. 23 человека на поисках? На одно поисковое мероприятие. Это очень грубо. Сегодня ночью из леса достали женщину 3 человека. На соседнем поиске тоже было там не сильно больше. Зато на некоторых поисках там 50-60 человек. И, соответственно, вот эта цифра разнится в зависимости от кучи факторов. Нет, ну, количество поисков, конечно, сколько там, где кто, в какой лице там, конечно. Ну да, и возможность принимать счет. Это же все волонтеры, нужно понимать, что они выезжают только тогда, когда они могут выезжать. Мне хотелось бы вернуться к статистике. Вот ты мне показывал перед эфиром цифры, связанные со срочностью начала поисков. К сожалению, вот в лесу это вообще очень такая история с... ну, прям совсем важная и очень-очень бывает трагичная, когда мы получаем заявки, о котором трое суток, четверо суток, неделя. И в лесу мы понимаем, там, смотрим по возрасту, по состоянию здоровья, понимаем, что, конечно, это уже, ну, ну, очень поздно. Поэтому чем раньше обращаются, тем шанс на то, что человек... Нет, в лесу, вот у нас есть цифры там в целом, да, в целом, если менее чем за сутки к нам обращаются люди, и вообще, в принципе, они начинают поиски, да, своего родственника, там, обращаются к нам в полицию, там, что-то делают. Вот меньше, чем через 2-4 часа после пропажи, значит, вот по нашим, по нашей статистике, как мы работаем, у нас поиски в средней продолжительности около 8 часов и найдены живыми 98%. То есть, ну, это если не случилось какой-то внезапный криминал, там, и так далее, и так далее, и так далее. С лесом это еще важнее, потому что чем раньше сам человек понимает в лесу, что он пропал, или его родственники понимают. Это еще, кстати, важная вещь, которую мы забыли сказать, особенно это касается пожилых людей. Вот бабушка, например, там, с девушкой, или просто бабушка, или просто дедушка, живут на даче, они все лето там живут. Понятно, что их дети приезжают там, например, только в пятницу после работы. То есть, всю неделю они, соответственно, не с ними. И бывает такое, что они приезжают в пятницу вечером, а бабушки нету. И когда она ушла в лес, куда она ушла, как она была одета, не знает никто. Если только соседи увидели. То есть, обязательно необходимо следить за тем, куда уходят ваши родственники, и должны объяснить своим пожилым родственникам, что это важно. Конечно, это важно, чтобы они вам сообщали. Я вот даже, знаете, не в записках. Каждый человек, который идет в лес, должен быть уверен, что в случае чего его хватится через какое-то короткое время, должно быть у всех понимание, что вот я пошел в лес, значит, через два часа, если я не вернулся, меня будет искать вот такой-то человек. И даже если у вас сейчас на даче нет родных, близких, и нет с ними связи, в любом случае, есть соседи и так далее, которым можно сказать, я пошел вот туда. То есть, надо, чтобы человек понимал, который не пошел с вами в лес, который остался там с мобильной связью в обычной жизни, можно так сказать. Он должен понимать, куда вы пошли и на какое время, через сколько бить тревогу, если не дай бог что. Плюс, смотрите, если это происходит там, например, в каком-то деревне, если вы точно знаете, что человек пошел, например, в лес, вы точно знаете, он в лес пошел, увидели и так далее. Это одно дело. Бывает так, что кому-то кажется, что вообще-то поединок должен был пойти в лес, а бабушка на самом деле пошла на рынок. И стало ей плохо на рынке. Ее забрала скорая. И отвезла ее в одну из больниц Московской области. Это значит, что нужно будет прозванивать все больницы. У нас, к сожалению, передача информации от полиции к больницам, от больницам к родственникам, особенно если это неизвестный пациент, крайне усложнена. И занимает иной раз такое время, там, неделями. Да, и поэтому люди, вот у нас волонтеры, они сидят и обзванивают эти больницы. И выясняют, их, конечно, там бывают и посылают, и разговаривают неприятно, чего нам звонить, чего вы хотите, но большей части удается все-таки получить информацию. И в том случае, если у нас есть подозрение, вот у нас недавно такая бабушка была, вроде ушла из СНТ, который окружен весь лесом, но по характеру того, что она с собой взяла, образ 19-го года рождения, мы поняли, что она, возможно, не... Скорее всего, поехала в город. Так в итоге оказалось. В результате прозвона больницы и скорых она была обнаружена. А если бы эти люди не сидели и не прозванивали, соответственно, мы бы пошли в лес. Вот здесь как раз про тех, видимо, кто прозванивается и просит рассказать. Спецгруппа 8800, Информе, картографы, те, кто из регионов помогает нам в Московской области, я люблю сообщения, в которых я понимаю исключительно предлоги и знаки припинания. Наташа, мы знакомы со спецификой, я вам написала. Да, ну смотрите, есть действительно, с большим удовольствием расскажем, на самом деле. Есть операторы 8800, это те люди, которые отвечают на звонки горячей линии. Поэтому, когда мы с гордостью говорим о том, что у нас горячая линия работает круглосуточно, это значит, что люди обеспечивают ее работу. Вот они берут себе смены, и вот они обязаны подходить на каждый телефонный звонок. И они вообще очень такие специальные люди, потому что вы представляете, в каком состоянии им звонят родственники, особенно если пропал ребенок. Звонят всегда, неважно, кто пропал даже, звонят всегда в стрессе, всегда очень напряженный разговор. Им надо достать самую главную информацию. И каждый вызов, это не какой-то позитивный звонок, это какой-то АЧС. Да, поэтому это такие вот... Это 8800. Это, да, это операторы наши, да, операторы 8800. Есть у нас инфогруппы, конечно, на которой вообще, по-моему, мне кажется, все стоит. Потому что после того, как звонок поступает в операторы 8800, они это, соответственно, сообщают инфогруппе и координаторам. И вот с этой заявкой, которая состоит, например, из двух или из трех строчек, пропал в лесу человек столько-то лет, такой телефон-заявитель, так-то зовут, значит, и так далее. Вот с этими тремя строчками инфорги, которые прозванивают эту заявку, из нее получается целый рассказ о том, что произошло, когда, где, детали, значит, там, какие-то разные обстоятельства, которые позволяют в дальнейшем координатору решить, что происходит. Дальше по списку идем. Ну, давай еще про инфорги. Самая главная работа – это информационная поддержка активного поиска. Когда большое количество людей в лесу ищут пропавшего, им много чего надо. Кто-то из них пешком не может добраться до места поиска, а кто-то ездит на автомобиле, и их можно объединить в единую группу. На поиске могут потребоваться разные вещи, от простых, там, типа, батареек до каких-то сложных вещей, типа, срочного заказа авиации для просмотра полей с неба. Всю эту работу и еще много чего выполняют информационные координаторы. Они сидят дома перед компьютером с телефоном или там на работе и выполняют такую очень важную для поисков работу. Ну, там, да, там на самом деле много. Создать ориентировку, делать тему на форуме, следить за теми, кто едет с поиска на поиск, формировать экипаж. То есть это, правда, очень большая работа. И, кстати, в инфогруппу нам, мне кажется, больше всего нужны люди, потому что с грибным сезоном, когда сразу много активных поисков, им нужен на каждый активный поиск свой инфор, который будет следить за тем, что происходит. Это тяжелая работа. Это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что, в отличие от тех, кто работает в поле, ну, представьте, они приезжают, там, у них есть некая, не знаю, отдача, что ли. Вот они пошли в лес, вот они шли, вот у них есть шанс самим, вот самому человеку, который пошел в лес, у него есть шанс сейчас найти потеряшку. У инфорга, который сидит на телефон, этого шанса нет, только если вам звонят в больнице. И при этом он продолжает работать. Картографы. Картографы – это вообще специальные какие-то люди. Это люди, которые делают нам карты. Я не буду углубляться в какие-то технические подробности, которых я сама по себе не очень тоже понимаю, потому что это очень сложная задача. Ну, в общем, на самом деле, речь идет о том, чтобы на поиск необходимо сделать карту, то есть выкачать ее из интернета. Лучше спутник взять, например, лучше там где-то у Яндекса, у Гула, там и так далее. В общем, выбор, который оптимальный. Да. Создать карту необходимую вот того района, где пропал человек, соответственно, связавшись с координатором, сделать выводы, карту какого именно района делать. И дальше наши всякие технические тонкости с накладыванием там сетки и прочее, прочее. В общем, картограф – это человек, который на первом периоде поисков остро необходим, а далее в процессе поиска на месте необходим так называемый оперативный картограф. Это человек, который будет с ноутбуком и с навигаторами заниматься необходимой работой в штабе. Здесь много у нас сообщений, в частности, здесь спрашивают, вы ищете людей только в лесу? Нет. Нет, нет, конечно. Только в лесу, но просто сейчас мы говорим. Сейчас сезон. Так 50 на 50 примерно, если взять погоду целиком. Годовую статистику, половина поисков приходится на лес, половина на город. Давайте попробуем такой блиц. А это все сложно? Можно простому человеку это выполнять? Я вам хочу сказать, мячик, чтобы вы слушаете, что здесь сидят Григорий и Ирина, довольно простые люди. Не сверхлюди, так что я думаю, мячик, вы можете найти все координаты визоляции и как-то связаться. Было бы желание. Вовсе не сложно и главное, что нужно. Потому что у нас обычные простые люди, они ничем не отличаются. Вот у Ирины Воробьевы две руки. Да, кажется, вот, да, было с утра. Ваши методики где-то опубликованы? Мы, когда есть возможность, когда не сезон, проводим регулярные вебинары, так называемые, и тренировки с теми, кто приходит, когда есть такая возможность, и транслируем это на регионы. У регионов тоже тяжелая ситуация. Вот сейчас у нас Иваново просто это какой-то вообще эпицентр пропажи грибников. То есть вот каждый день практически из Иваново постоянно приходят сообщения. И там люди выезжают, они, по-моему, вообще не отдыхают. А то есть у вас появились какие-то, скажем так, не знаю, как это назвать? Региональные. Ну, региональные, да, конечно. Регионы тоже очень тяжело, учитывая, что их там меньше, и им сложнее, мне кажется, в любом случае. Вот, им тоже тяжело. При этом, вот, например, в Калуге, в Калужской области у нас сейчас искали пропавшего Москва, Калуга и Брянск. То есть съехались те, кто могли доехать. И успели найти, на следующий день бы еще Смоленск приехал. Да. Так, еще смотрим вопросы. Во-первых, просят назвать еще раз номер телефона. Да, еще раз номер телефона, медленно, 8 800 700 ровно, 54 52, или сайт Лиза Алерт, лизаалерт, вот на слово, точка орг. Где и когда можно обучиться, опять же, мячик... В пятницу приходите в Сокольники с 4 часов дня до 8 часов вечера. Будущим по комбусу ходите. Если захотите прийти в отряд, то, я уверена, там найдутся люди, которые расскажут вам мячик, что такое Лиза Алерт, и как мы работаем, и как нам прийти. Скажите, вот сейчас ты говорил, Гриш, что если нужно поднимать авиацию, как ты так сказал, а у вас есть какие-то такие возможности? И сразу же вопрос следующего содержания, а на что вы, собственно, существуете? У вас там какие-то пожертвования? Это ведь там, хотя бы чтобы купить две батарейки, это уже стоит денег, да? Да, конечно. Волонтеры совершенно разные. У некоторых волонтеров есть в личном пользовании вертолет, и надо просто с ними связаться и попросить их принять участие. Есть парапланиристы. В некоторых уникальных случаях, которые там сегодня, скажем, произошло, и в последнее время, что приятно сказать, происходит все чаще и чаще, удается работать с авиацией МЧС. То есть удается сделать так, чтобы в прошлом году у нас это не получалось, исключительно Орехово-Зуевский район и рядом стоящие районы закрывались вот этим 21-м ПСО. Там у них отличные парапланы, прекрасно работают, и многих людей находят. Там есть хороший специалист, вот дай бог ему здоровья, Андрей. Но в остальных районах Подмосковья получить авиацию было крайне сложно. Я уже не говорю про другие области. На сегодняшний день ситуация, слава богу, меняется. Поэтому все волонтеры разные. Конечно, у кого-то есть машина, у кого-то нет машины. Ну, все по-разному зарабатывают. Поэтому нам часто дарят оборудование. То есть люди не могут, например, поехать на поиск, но дарят нам навигаторы, фонари, аккумуляторы. То есть то, что нам действительно необходимо, и то, без чего. То есть вот как в прошлом году у нас, я знаю, что заканчивается время, была ситуация, когда мы не можем отправлять группу в лес, потому что у нас закончились аккумуляторы, а ночью мы не можем без фонарей. А там дедушка. Это было очень страшно. И мы с тех пор постарались сделать все, чтобы у нас такой ситуации не возникло. И я надеюсь, не возникнет больше. У вас там есть на сайте, не знаю, какой-нибудь Яндекс-кошелек? Нет, нет. Или это какая-то принципиальная позиция? Принципиальная позиция. У нас нет никаких кошельков, никаких денег, но передать оборудование в отряд, это мы всегда очень приветствуем. Три секунды перелетаем, мы еще раз номер телефона. 8 800, 700 ровно, 54 52, круглосуточный, бесплатный по всем регионам России. Это Ирина Воробьева, Григорий Сергеев, поисковый отряд «Лиза Алерт». Спасибо вам. Программа «Своими глазами». Спасибо. Счастливо. Программа «Своими глазами». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова